Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Да, мы его сильно закончим. Лесотехническая академия. Я всегда думал, что после лесотехнической идет приставка только техникум. А академия есть. ЛТА имени Кирова. Это питерская, да? Конечно, вы не слышали. Лесопилка я еще называю. Мы когда играли в КВН в Питере, у нас была какая-то шутка. Мы говорим, можно сказать какой-то плохой универ в Питере? А он говорит, лесопилка, что говорите? Ну вот, видишь, что значит. Инженер лесотехник. Ты инженер лесотехники. Мы разорвем все. У меня дипломная работа, я помню, была, что... Ты поэтому полежки кидаешь? А это хорошее. Бравосек. Если мы, конечно, спортсмены, конечно же, у меня спортивное образование. Московская государственная академия физической культуры и спорта. Опа! МГАВК. Это легендарный. Легендарный институт. Конечно же, специальность тренер. Баскетбол. Чем я сейчас, в принципе, и занимаюсь. Артем? Последние 35 лет. Тренер никогда не слышал. Чем занимаются тренера? Я думал, это блюдо так вот называется. Тренер. Видишь? Будешь знать. Тем, ты кто по образованию? Господи, высшее, конечно. Экономическое. Финансы и кредиты. Спроси, что такое сальдо у меня? Это разница между экспортом и импортом? Я хотел ответить «не знаю». Это личный вес для него. И сказал «сальдо знаю», «сальдо не знаю». Это губернатор. Это все, что я чуть-чуть примерно знаю. Если что, Тема работал в налоговой в Тюмени. Он работал в налоговой. В тот момент ты поправился. Да, в тот момент все отмывали бабки, потому что «о, там какой-то пей не работает, можно делать что угодно». Так что, если что-то обмыть. Я в школе милиции учился. У тебя какое образование-то? Юридическое получается? У меня получается, да, юридическое образование. Блин, я сейчас покоен с Витьком. Потому что у него юридический, потому что он шумен. Спортсмены. Да, видишь, спортсмен в полиции. У нас сегодня, получается, человек из лесопилки. Кто по образованию еще раз? Инженер? Инженер. Я инженер. Просто завтра я. Инженер с экономистом. Банкир. Банкир. Я работал. МС в ночном клубе банкир. Сошлось. Серьезно. Все сошлось. Он МС. Я банкир. Полицейский и тренер. Компания, как будто мы не в передаче, а в анекдоте где-то сидим. Генеральный партнер БК-10, компания Винлайн. Мы будем делать разницу вместе с ними на площадке и за ее пределами. Винлайн создал фрибет, в котором нет дополнительных условий и ограничений. Это идеальный сверхпроводник между тобой и спортивными эмоциями. Без каких-либо примесей. Получи 3000 сразу при регистрации. Вот это фрибет высшей пробы. Итак, друзья, мы готовы начинать первый раунд. В первом раунде у нас на вопросы будут отвечать Егор и Саша. И давайте решим, кто будет начинать. Подбросим монетку. Какую? Монетка номиналом каким? 10 рублей. 10, конечно. Почему? Потому что мы десятка. Потому что у нас есть только денег. А потому что и здесь, наверное, на Воронеж, да, еще город? Да, здесь, конечно, воронеж, смотри. Все куплено. Уже преимущество. Пойдет, блядь, мы решаем. Это моя монетка. Монетка что? Банкир. Тоже связь есть. Давай к дереву надо подвязаться. Сами как к дереву. Так они называются рубли, называют деревян. Деревянный рубль. Все сошлось. Орел или решка? Решка. Мы решка выбрали. Ты опять решка? Я решка. И решка. Начинает? Ну ладно, молодые пусть. Мы выиграли. Или это не такое шоу? Смотрим. Ну, посмотрим, сколько ты пар посещал. Давай. Сань. Сань, сколько раз люди высаживались на Марс? Ноль. Правильно. Саня, молодец, блядь. Это может, что-то не думает. Заканчиваем. Вы победили. Выходи на пике, Саня. Я люблю на пике. Ну реально, он же это видел? Это случайно вообще было попадало. Это просто вообще непонятно. Высокий. Рулетки. Чипсы с каким вкусом рекламировал Аршавин? Клейс. С каким вкусом, брат? С луком. С луком. Неправильно. С малосольными огурчиками. С малосольными огурчиками. Добрый вечер. Базу можно знать. Егор. Правда ли, что мозг муравья намного больше мозга инстамодели? Да, конечно. С подвохом. И это правильно. Правильно. Потому что, в принципе, мозг муравья в пропорциях гораздо больше, чем человеческий мозг. Серьезно? Да, муравьи вообще умные. И сильные. Смотрите, сильные, так еще видишь командный вид спорта. Является ли вода химическим соединением? Да. Почему? Я такого вопроса не был. Аж два, потому что врач. Аж два, потому что. Все правильно. Егор, в каком океане находится Бермудский треугольник? Ну это тяжелее. В Атлантическом. Как? В Атлантическом. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Вопросы есть. Когда был цветы, поливал, блядь. Саня, кит – это рыба? Да. Нет, это грекопитающий. Подожди, а что я вчера поймал, да? Похож на рыбу, зачем? Блядь, ты в Аладике играл не знаешь? Ты в Аладике играл. Ты в Аладике играл. Похож. Кто самый мощный воин в третьих героях Меча и Магии у фракции Инферно? Архидьявол или Черный Дракон? Фу, Архидьявол. Абсолютно верно. Вопросы есть. Нет, пока еще есть. Саня, как в сериале «Пацаны погиб член семерки Невидимый»? Вообще поплыл. Невидимый? Там был невидимый. Хуй его знает. И это правильно. Почти. Не видел. Его взорвали, засунув в жопу взрывчатку. Саня, будешь знать, записывай, блядь. А, пацаны. Пацаны наш расчет? Не, не, не наш. Это прикольный сериал. Пацаны, классный сериал. Кстати, советую посмотреть. Егор, сколько слогов в имени Рики Тикитави? Шесть или восемь? Шесть. Абсолютно верно. Как ты это делаешь? Потому что я учился. Еще расскажи. Шесть слогов. Саня, какую спортивную команду называют «Красными дьяволами»? Манчестер Юнайт. Манчестер Юнайт абсолютно верно. Хорошая. Это по спорту. Егор, в каком фильме главный герой общался с мячиком по имени Уилсон? Изгой или тренер Картер? Тренер Картер. Неверно, изгой. Сучья вымя. Я учился. Я учился. Я учился. У меня не было времени смотреть фильмы. Я думаю, когда у Егора проявится Воронеж. Сучья вымя. Сучья вымя. Саня, в каком году твой напарник выиграл высшую лигу КВ? В 2014 или в 2016? В 2014. В каком году твой напарник выиграл высшую лигу КВ? В 2013 или в 2014? В 2014. Абсолютно верно. Знаешь почему? Потому что они вместе были. Абсолютно верно. Надо слушать, что говорят. Но это-то мы знаем. Саня, в каком году вышел Роман 1984? В 1986 или в 1946? В 1946. Абсолютно верно. На фарте. Я просто на фарте. Я учился. На экзамене я учился. Правда, поставьте, пожалуйста. Да есть же надо. Так, Егор. Как называется кожная пленка в районе ногтевой лунки, состоящей из отмерших и живых клеток? Ну давай, брат, ты знаешь? Кутикула. Кутикула, абсолютно верно, да. Гений. Так, дальше очень простой вопрос. Назовите полное имя Кармен Кортес из Дети шпионов. Кармен Элизабет Хуанита Эхо Скай Браво Кортес. Я сейчас не знал. Надо было знать. Давай, пойдем мне. Я только хотел сказать. Перебил меня. Егор, каким цветом обозначается контейнер для раздельного сбора мусора? Желтым или зеленым? Зеленым. Нет, неверно, желтым. Я не знаю, честно. Саня, когда отмечается Новый год в Никарагуа? Ну, это 31 декабря. 1 января. Бля. Саня, нормально. А я давай. Последний вопрос, Егор, к тебе. Где пройдут Олимпийские игры 2034 года? Солт Лейк Сити или Эрриат? 34-й? Эрриат. Неверно, Солт Лейк Сити. Мы там в Ролине. 24-й год, Солдан. Через 10 лет. Они же там готовятся, строят сейчас уже все. Итак, это был первый раунд. Вы отвечали на вопросы, которые предполагали общие знания. И по итогам первого раунда у Сани 5 баллов, у Егора 6. Ты видел? На флажке. Туда, да, да. В конце немного подсел. А так шоу вообще прям сегистрировался. Я вытянут у нас. Или нет? Давай, последний. Итем, давай, забиваем. Все, блин. Итак, второй раунд. Во втором раунде на вопросы будут отвечать уже комики. И стоимость правильного ответа уже 2 балла. Опа. Поэтому, ребят, нужно собраться. И начинает у нас команда Тема Муратова. Тема, готов? Уже моя команда. Не твоя. Листые банкиры. Листые банкиры. Надо скажите, я помню. Тема, какой баскетболист сыграл в одном фильме с российским актером из Мордовии Жераром де Пардье? Тони Паркер, Мануджи Нобили, Зинидзин Зидан, Лупас Залупаускас. 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 Надо брать сразу. Залупаускас. Остаются 2. Тони Паркер и Мануджи Нобили. Ну давай Мануджи возьмем. Мануджи? Это что за новая? Мануджи звучит как порно-актриса какая-то. Это неправильно. Тони? Тони Паркер. Да блин! Тони Паркер. Только начало. Это фильм Астерикс и Абеликс. Астерикс и Абеликс? Да. Залупаускас, кстати, мог тоже сыграть. Залупаускас мог тоже сыграть. А такое есть? Залупаускас. Залупаускас нет, конечно. Да, это порно Литвы. На самом деле есть люди, которые не умеют играть в Литве в баскетболах, называют Залупаускас. Потому что это там культ. Я бы к ним пошел играть. Так, Витя, сколько раз Сергей Гончар выигрывал Кубок Стэннелли? Один, два, три или ни разу? Ни разу. Неправильно, один раз он выигрывал Кубок Стэннелли. Не верю, что ли, ничего? А я не знаю, к сожалению. Я бы взял, мы не знали, это хоккей. К своему сожалению, я не знаю, кто такой Сергей Гончар. Ну вот хай, я ли играл. Так, дальше, Тема. Вопрос к тебе. В каком году Александр Корчагин выиграл Евролигу? В 2021 или не выигрывал? В 2021. Это, конечно, круто, что ты веришь в Саню, но... Тем, тем, все. Блин, вас этого. Кореша, вечерком увидимся. У нас один победитель только в команде высшей лиги. Блин, капец. Лесные банкиры. За какой клуб не играл Егор Вяльцев? За Урал Грейт или за Автодор? Конечно, за Урал Грейт не играл Егор Вяльцев. О, это правильный ответ. Этот ответ засчитан. Игорь Вяльцев не играл за Автодор. Ты играл за Урал Грейт? Блин, я думал, ты знаешь, 4 года. Серьезно? А из какого по какого? Какой пазжор Витя занимается еще... Его в ЦСКА не взяли из-за этого. Из-за этого. Из-за этого баскетболиста. 2005 по 2008 год. Это его сокомандник, и он не взял этот вопрос. Это сэрпан. Мне надо, Олег Безгарь, провести. Какой пазжор. Я согласен, это тренер мой. Да. Ну, понял? На кошмар. Такой вопрос. Какого амплуа нет в бейсболе? Питчер, катчер, вутчер или шорт-стоп? Я думаю, катчер. Это фамилия вообще актера. Кэштон, да? Кэштон. Уверен? Ну... Повторите себе, мой? Повторим, давай. Питчер, катчер, вутчер, вот здесь тоже. Шорт-стоп. Шорт-стоп, не кастер. Между вутчер и катчер. Ну, давай выберем. Давай, катчер. Ну, давай, вутчер. Вутчер. Это абсолютно правильный ответ. О, и ты навел его? Навел, надо, надо. Ты навел. Боб или я на Ура? Ты уверен, в каком году родился Егор Вяльцев? Я тебе, ну, могу подсказать, как нужно подсказывать. За какой клуб не играл Егор Вяльцев? И такой, Урал Грейт или Автодор? Я понял, Витя, смотри. Или так путай его. Кто получил золотой мяч в 2021 году? Ага. Месси. Ага. Левандовский. Ага. Никто Кто еще раз? Месси, Левандовский, Бензима, Никто Никто Месси, Левандовский, 2021 год Месси, Левандовский, Бензима Я думаю, Левандовский Подумай еще Что происходит? Но не так ты мне подсказал Да ты мне вообще не подсказывал Ну что, Бензима, что ли? Ты хорошо подумал? Я хорошо подумал Давай, твой финальный ответ Месси или нет? Твою мать Я же научил тебя подсказывать Так Но Бензима, я думаю, не настолько талантливый человек Что получить золотой мяч Так Левандовский мог В целом Могли дать Левандовский мяч За что? Но Месси, легенда Если Месси выбирать из трех этих Я бы взял Месси Потому что Месси это величина И это абсолютно правильный ответ А еще А еще потому что ты сказал Месси или никто Нет, а я могу еще сверху экспертности добавить Он не играл за его алгрейд Месси Да Или вот это очень экспертное мнение Какого футболиста на самом деле зовут Рикардо? Пиле, Халк, Кака, Ромарио Кака, Рикардо Как родители не постарались Пиле точно не зовут Рикардо Вряд ли Не похоже А как зовут Пиле? Андрей? Нет, и не Андрей И Сергей Пиле? И Андрей Халк может быть Потому что Халк в целом это прозвище У него Он так придумал Мы не Мстители обсуждаем Я знаю А, это реально прозвище? У Халка? Какое-то дополнение Вот Ромарио может быть Кака тоже в целом Кстати, лучше бы Кака себе придумал Раз Халк Псевдоним себе придумал Я буду ставить на него Ну, это логично Поэтому Халк Неправильно Кака Кто изображен на логотипе хоккейного клуба из Лас-Вегаса? Ну, нихрена себе А что, там варианты будут? Нет Вообще, вспомни, кто изображен на хоккейных логотипах Там, может, медведь какой-то Да, ты логотип Ну, да Я вспоминаю Я думаю, там изображен Ну, если говорить логично Там есть утки Есть там Там нахай Там нахай Там нахай Да Ну, то есть везде А если связано с Лас-Вегасом Чем Лас-Вегас? Это казино, скорее всего Там какое-то крупье Или, ну, тот человек, который Ну, крупье, наверное Крупье Там изображен рыцарь Вот, это неправильный ответ До свидания Лас-Вегас славится своими рыцарями Это знать надо Чего вы не знали? Что там каждый второй рыцарь Так, Тёма Тебе снова про футбол Чего не было в карьере Луиса Суареса? Покусал футболиста Обозвал темнокожего на расовой почве Ударил с ноги в голову буллбоя Отбил мяч рукой на вратарской линии Предпоследний вариант Что там было? Предпоследний вариант Отбил рукой Ударил с ноги в голову буллбоя Вот этого не было Ну, то есть, думал, что он кого-то покусал? Он кусал Он на линии отбивал Так Вот я не понимаю Не знаю точно Обозвал темнокожего на расовой почве Нет, вот этого не было Вот этого не было, да? То есть, не обозвал темнокожего? Я думаю, нет Он сам немножко смугловатый Нет, он обозвал темнокожего Он не бил воллбоя Не горячись Не горячись Как понять, что человеку очень много лет? Не горячись Не горячись Почти угадал Витек, последний вопрос тебе Кто автор фразы Не думаю, что я лучше в мире Но я не знаю кого-то лучше меня Это Златан Ибрагимович Конор Макгрегор Жузе Мауринио Или Иван Абрамов Всем подходит Ну вот это очень сильно самоуверенный человек Это очень похоже на Давай варианты Ибрагимович Тут все самоуверенные Похоже очень Похоже очень, да Конор Макгрегор Сильно похоже Жузе Мауринио Жузе Мауринио Ну, наверное, нет Я знаю, кто это за тренер И Иван Абрамов Ну давай От Ивана Абрамова нет Потому что Иван Абрамов сказал Я лучший в мире И это 100% нет Мне же она так сказала Точно не Абрамов Я думаю, не Мауринио Я думаю, это тоже не Конор Макгрегор Потому что Макгрегор Всегда говорил, что он лучше во всем И везде Я думаю, это Златан Абрамович И Ивана Абрамович Как же еще раз Златан? Златан Златан Это футбол Там ногами играют Златан и Ивана Абрамович Это я учился А, правильный ответ Жузе Мауринио Серьезно? Фух, нормально Ну ты тренер И у него прозвище Особенное Особенное У нас в этом раунде Ничья Вы оба ответили По одному разу По одному разу Правильно И набрали по 2 балла Соответственно Знают Спорт Знают Счет 7-8 В пользу команды Витя Егора В третьем раунде На вопросы уже будут отвечать Все участники игры И для того, чтобы мы засчитали Правильный ответ Команде Вы оба должны будете написать Правильный ответ У тебя на планшете Не сговариваясь Большая просьба Не списывать А то расскажу Первый вопрос Назовите Таинственный памятник Строительство которого По некоторым данным Заняло полторы тысячи лет И изначально Он использовался В качестве кладбища Это Зенит-Арена? Вот если что Вопрос Памятник Полторы тысячи лет Строили? Полторы тысячи лет Пипец какой Достроили его? Ну Судя по тому Как он выглядит Непонятно Я у меня есть Вариантик Вариантик есть у меня один Не Меня знаешь Что смущает В этом вопросе Слово таинственный И у меня тоже есть варианты Но таинственный Сильно уводит Вообще Таинственный Это значит Нихера еще неизвестный Ничего вообще Таинственный Спасибо, что перевел Конечно Блядь Расшифровка Сама себе Называется Знаменитый историк Егор Вельцев Да Ладно Сильно не думайте Итак Да Давайте Пишем ответы Как он называется Я даже знаю Наверное Правильно ответ Не помню название Ты решил нарисовать Я просто Я знаю Я его нарисовал Я его сейчас Рассказываю Давайте Итак У нас команды Темы А Как вы называете Лесные банкиры Лесные банкиры Лесные банкиры Готовы Есть ответ Саня Давай начнем с тебя Что ты написал Ну я написал Что это собор в Барселоне Собор Долго Строус Строус Это который В Великобритании Да Остров Там есть остров Где вообще ни одного дерева По-моему Уже не осталось Короче Мы все Просроги Это захоронение Здоровые бошки Здоровый памятник Здоровые бошки Ну слушай У тебя что Сограда фамилия И у меня тоже Сограда фамилия Потому что Ну Попали мы Хотя бы тут Слушай На самом деле Я думал бы На самом деле Я не понимаю Правильный ответ У Артема Или нет Стоунхедж Это О Это О Да Там не бошки Это просто камни Просто не вспомнил Стоунхедж Ну бошки Вот эти здоровые Ну это камни Ну молодец Все молодец Давайте поаплодируем Артему Да Браво Я все равно не вспомнил Мы ничего не выиграли Ты молодец А надо было просто написать название Я же угадал Нет Здоровые бошки Я же угадал Так Друзья Счет 8-7 Сейчас Кто отвечает правильно Тот побеждает Вопрос На самом деле Достаточно простой Вы все Это точно знаете Когда я скажу Правильный ответ Звучит вопрос так Какой представитель России Смог выиграть Все 4 теннисных турнира Большого шлема Так Так Ну тут Подумайте Тут есть Это вопрос С подковыркой немного Но Какой представитель России Смог выиграть Все 4 теннисных турнира Большого шлема Так Ну у меня 3 варианта А какой Почему с подвохом? Потому что А можно с подвохом? А? Это вопрос На 3 балла Давайте Представитель России Ой Списки на Олимпиаду Так Ну вот этого нахуй Все я короче ответил Блин Все Пишем Пишем одну фамилию Все мы написали одну фамилию Какой перестали? Ну давай Ладно Я поменяю свое мнение Раз Зашел Такой Раз Подковыркой Давай Или Итак Ребят Вы проигрываете Мы проигрываем К сожалению Пока что Поэтому Давайте начнем с вас Давай Вскрываемся Шарапова Шарапова Мария Шарова Абсолютно верно Теперь Ребята Вы Показывайте Я не написал Еще Если честно Подожди Верно Что Что происходит Вообще Мы Вскрываемся Все по-честному Игра честная Вы сами Где наш приз Так ребята Что написали Вы А что Вы думали А вы Что Сейчас Напишем Вопросы Да Ты что думаешь Мы долбоебы У нас есть результат Со счетом 10-8 Победила команда Артема и Саши Аплодисменты Видимо Аплодировать Буду только я Аплодируем Партнеры Это шоу Где Проигравшие Получают подарок У нас шоу Называется Ютуб А на ютубе Что Есть кнопка Поэтому Господа Для вас Кнопка Подтверждающая То что Вы Туп Подожите Это вам Ютуб Я Я Я Вот Это Откарябаю Просто Туп И Напишешь Здесь Миллион Подборщиков Нормально Не стыдно Если честно Не стыдно Ребят Что мы вынесли Для себя Из этой передачи Оказывается Егор Вяльцев Играл За Оралгрейд Вот так А это Блять Стыдно Не знать Это было Шоу Самого Медийного Игрока Медиабаскета Слава Скворцова Ютуб Всем пока АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ